Добрый день, друзья, коллеги, студенты, слушатели, желающие заняться или еще которые на пути к своему, в общем-то, мечте, кто хочет стать, кто еще думает, сомневается. Хотел бы вам сегодня рассказать о непростом пути вообще любого человека, который становится детским хирургом, детским онкохирургом. В первую очередь это желание и, собственно, судьба и путь. Каждый из нас становится перед выбором, куда, как пойти, чем заняться, кто его туда приведет, но, в общем-то, все стоят и думают на первом, втором, кто-то уже на шестом курсе, кто-то при поступлении в ординатуру и не понимают. Вот эти вот пути, это моя фотография была недавно, я видел, что каждый человек летит в самолете, и этот самолет куда-то все-таки его привозит, привозит, и он там либо пересаживается, либо опаздывает, либо остается, либо на другой ослаблет, либо выходит. Но все равно у него у каждого есть свой путь, но некие погодные, либо другие коррективы могут внести в его путь какое-то разнообразие, и он может где-то либо остановиться, или может даже продолжить свой путь. Переходя к самому стандарту детской хирургии, детской онкохирургии, есть два профессиональных стандарта детского онкохирурга, это врач-детский хирург, для становления которого требуется большее образование по специальности в лечебное дело или педиатрия, и потом уже подготовка в интернатуре, которая уже прожена, или ординатуре по детской хирургии. Врач, это приказ 134 от 18-го года, и приказ 1940 от 20-го года, это по специальности детская онкология и гематология, оно подразумевает под собой высшее образование по лечебному делу, либо педиатрии, и подготовка в ординатуре по детской онкологии и гематологии после этого. Но есть профессиональная подготовка, которая проходит 4 или 4, чуть больше 4 месяцев. Если у вас есть специальность уже детская онкология и гематология, есть специальность гематология, либо детской хирургии, либо онкология, либо педиатрия, ординатура и интернатура, это говоря о юридических аспектах. Такие специальности, как лор, ЧЛХ, нейрохирургия, анестезиологи, реаниматологи, травматологи не делятся на детских и взрослых хирургах. Но им необходимо проводить специализацию по детской онкологии, то есть пройти специализацию по детской онкологии, или переподготовку, если у них предварительно уже есть ординатура по онкологии, детской хирургии, педиатрии, либо гематологии, я уже говорил, далее. Собственно, все эти специальности они не требуют, но есть но в онкологии детской хирургии. Что это человек? Это дружбе, но. А, я поставлю. Это мне. А, это мне. Да, да, да. Также вышел в этом году и приступает в силу приказ о формировании, об отделениях детской онкологии. В том числе будет организовано и уже, честно-честно, оно должно было вступить с 1 сентября в законную силу, этот приказ 555-й Н, который регламентирует правила оказания деятельности онкологического и хирургического отделения с хирургическими методами лечения и медицинской организацией. В этом приказе указано количество врачей, количество коек, количество медперсонала, которое будет и должно находиться в детском и хирургическом онкологическом отделении. Таким образом, требования для образования для детского хирурга, это минимально 8 лет и 4 месяца, как посчитано уже это, высшее специальное образование 6 лет по лечебному делу, педиатрии, потом хирургия по детской хирургии, и уже профпереподготовка по детской онкологии. Если вы будете сначала проходить ординатуру по детской онкологии, а потом захотите пойти в детскую хирургию, профпереподготовка здесь не подходит. Только, опять же, вторая ординатура по детской хирургии. Почему 8 лет? У нас же 6 лет учимся. А, просто 2 года, значит, 4 месяца. А, 8, да, и 4, все. 8,5 лет. То есть это минимальное время, за которое можно... Ну, по сути, практически до любых специальностей. Любая ординатура... Только надо, если вы понимаете, что вы с самого начала пойдете в детскую онкохирургию. Об этом, собственно... Чем занимается у нас детский онкохирург? Блевинная часть это экстренные больные в нашем, по крайней мере, подразделении. И также мы стремимся к тому, чтобы у нас было большое количество плановых операций. Вот. Это, как правило, это при экстренных консультациях. Это тяжелые пациенты, получающие по своим лейкозам, по основным заболеваниям в областозе. Получающие лечение. Они, как правило, в областозе находятся. У них гнойные и воспалительные заболевания, трудно поддающиеся консервативному лечению. Стандартному. И вот здесь уже приходится применять свои навыки, опыт и спрашивать у старших коллег, как тут быть. Одним из таких примеров... Вот здесь можно расставить запятую. Когда я в первый раз увидел пациента с подозрением на острый аппендицит. у пациента, который получал... Который был выполнен трансплантацией костного мозга. И у него лейкоцитов было 0,1 или 0,3. Тромбоцитов тоже там порядка 10. И гемоглобин, понятно, там 60-70 у них обычно. И увидев боль в правой подвздошной области, как обычно, все хирурги, даже детские хирурги, они говорят, все, оперируем. Оперируем, не ждем боль, все. И у меня старший коллег говорит, тормози. Говорят, нет, тормози. И вот статья, которая... Одна из статей, которую я потом прочитал, скинул, из которой они мне скинули, это... В этой статье рассмотрено 2341 онкогематологический пациент, который получали в нескольких центрах хирургического лечения и только лишь у 21, то есть это 0,9%, у которых был заподозрен острый аппендицит. Из них было прооперировано 18 человек, 78%, и среднее время наблюдения составило 10 дней. Сколько вообще нужно наблюдать острый аппендицит, если кто-то не от решения оперировать, не оперировать в детской хирургии? Как обычно, сколько взрослых, ну, да, детских. Ну, сколько ребенка наблюдают в полиции, перед тем, как оперировать. Ну, либо оперировать, либо снять диагноз. Несколько числов. От 8 до 12 часов, в целом. Вот, правильно, 12 часов диагноз должен быть 7. Да. Или лабирит на диагностическую лакроскопию, если попробовать говорить. Соответственно, когда мы стали наблюдать здесь по 3-4 дня, где-то, да, институт, для нас было, да, после институтской помощи джинелица, да, когда там у нас все конкретно, там, мы там отработали много лет. Да и тут очень много ребят, кто в сексовой хирургии, поэтому здесь, конечно, немножко ситуация другая. Ну, ладно, это ты куда-то уже пошел. Нет, я просто хочу рассказать, что какие сложности по пути случаются. Ну, в общем-то, большинство из этих пациентов, не большинство, а 20% пациентов, у которых 18-ти выполнена операция по поводу острого пендицита, 5 из них скончались. Это говорит о высокой летальности, о том, что эти пациенты нужно максимально консервативно лечить, добавлять антибиотики и так далее. Надо я запрашиваю. Может, долго наблюдались? Нет. По этому скончались? Ну, может быть, если начинал. Конечно же, каждый хирург должен проводить свои аудит, свои работы. Я тут представил небольшой набор, сколько мы в прошлом году, в прошлом году, сколько опубликовано работ с статей, и в этом году уже проведено, в 2022 году, более 10 докладов на разных научных сессиях, научных конгрессах и конференциях. Нашими сотрудниками представлены постерные доклады, и в итоге сформировалась вот такая сейчас мультициплинарная бригада из разных врачей, включением разных групп и рабочих групп. Как сказал Борис Владимирович Афанасьев, прийти к детям тяжело, уйти от них невозможно, поэтому я бы хотел сейчас уже представить наших сотрудников, которые прошли разный путь. у них он, у кого-то он очень прямой, у кого-то он немножко где-то занимается, а кто-то, ну, видим позже. Итак, Татьяна Кирилловна. Ну, наш сотрудник молодой, недавно устроился, в 2020 году она закончена. Давайте, я не буду так красочно высказывать, я буду тебя перепутывать. Здравствуйте, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Татьяна Татьяна Кирилловна, в 20-м году укончила бедиатрический факультет Самарского медицинского университета, шланг бедиатрии осознанного, потому что хотела всегда работать с детками. В процессе обучения в университете... Мне кажется, это нормально, что нам не... В процессе обучения в университете как-то сразу с первого курса начала искать какую-то свою хирургию, потому что знала, что хочу в хирургию идти. В конце первого курса у нас была санитарская практика, нас определили в Самарском областной детской клинической больнице Наталья Николаевна Ивановой. Я так всеми правдами и неправдами напросилась в оберблог, и на следующий день познакомилась со своим учителем, Кседаном Александровичем, который открыл для меня мир детской хирургии. Вы напомнили, ну, это доказалось в момент, да? Открыл для меня мир детской хирургии, очень, ну, так сказать, многому меня научил, не только в каком-то хирургическом плане, но и в каких-то жизненных моментах. К сожалению, большой моего не стало в 20-м году, но, тем не менее, в свою очередь я буду с ней поменять. И, соответственно, на втором курсе я пришла в кружок по детской хирургии, где на третьем курсе стала стартая кружка, и, соответственно, пришла в хирургическую сборную и стала там капитаном хирургической сборной. Мы ездили по многим конференциям всероссийского уровня регионального. В олимпиадной деятельности я отвечала за конкурс кишечного анастомоза, эндоскопический конкурс и сухожильный конкурс. Вот. Много было всего. Очень замечательная конференция проходит всероссийская по детской хирургии, где студенты, увлеченные в детскую хирургию, собираются каждый год в разных городах. В этом году он был в Санкт-Петербурге. Вот. Докладывают свои работы, и в жюри сидят непосредственно у меня для детской хирурги. Это невероятно стимулирует. Вот. И на самом деле, я очень много хотела дежурить, волонтерировала у себя в отделении, мылась на онкологические операции, но в процессе обучения у меня в сети я не особо вникала в тему детской хирургии. Для меня это казалось что-то очень страшным, плохим. В общем, как-то далека я от этого была. Не вообще, я не связала хирургий на врожденных. Вот. И я была на пятом курсе. Мы поехали на съезд детских хирургов в Уфе. И чисто случайно так вышло, что я назовела на съезд в детской онкологии, где докладывали специалисты из Блохиналии, из Рогачева. И, в принципе, я посмотрела на то, какая широкая область детской онкологии. И, в принципе, посмотрела их результаты. И поняла, что как-то это все очень интересно и очень понятно. Вот. Соответственно, вернувшись домой, я стала как-то пытаться найти какую-то, ну, больше информации, подсчитывать. Поняла, что я вообще ничего не знаю. И набрела на кружок по детской онкологии в центре Рогачева. Большой плюс, что он проходит каждую неделю. Туда можно подключиться онлайн. Там замечательно разбирается каждая нозология в злокачественном заболевании детей. Вот. И, соответственно, очень захотелось потом уже туда поехать, побывать там. А ординатуру я у себя решила проходить, потому что ординатуру, как мне казалось, лучше проходить там, где тебя знают и очень много дают делать. Вот. Ну и, собственно, с детской хирургии я еще как-то не готова была совсем. Ну, с обычной детской хирургии, как бы, так, прощаться. Вот. Побывав на втором году учения в центре Рогачева, я поняла, что это все-таки то, что меня очень сильно интересует, хочется в этом развиваться. Вот. И вот здесь вместе сбывается. Вот. Спасибо большое. На самом деле, если комментировать, у нас достаточно недавно, хотя она уже пришла, с лета, да, получается, в августе, и у нас достаточно большой конкурс был. Мы брали ребят на стажировке сначала, на месячные, они должны были волонтерами отработать, докторами, да, мы смотрели, как они работают, а потом уже выбирали, и это прошло там не менее десяти, наверное, врачей, чтобы нам взять одного молодого специалиста. И вы понимаете, что мы уже очень приятно... Я, кстати, сейчас вижу, кто у нас по свидетельствам и будет крошка обладательской хирургии. Зарачи не продали. Мне кажется, да. Мне кажется, в воскресенье Васьковова надо избирать человека, да, и научную группу, потому что у тебя, поверь мне, будем чем заниматься сейчас, да, сейчас мы тоже нарежем задать в воскресенье, поэтому молодежью и олимпиадами, и ближайшей наукой, конечно, надо нам передавать статья. Вот. Мне приятно очень было. Я, кстати, этого что-то не видел, много где участвовала, поэтому, конечно, надо сейчас развивать наше молодое общество, молодых ребят, и у нас появилась уже, в общем-то, и научная тематика для Татьяны, да, и поэтому сейчас, мне кажется, будет очень интересно. Ну, интересный путь, и путь такой, мне кажется, максимально классический, и быстрый, да? Помните, умники-умницы, там одна клетка, две клетки, три клетки. Ты почему-то упал, или у меня, 23 клетки там было, как я пришел. Уже можно давать этот орден. Спасибо огромное, очень такой классический путь в детскую онкохирургию, правда, нам еще ее надо здесь вырастить, да, до того уровня, который мы хотим. Так что, давай, кто дальше у нас? Алена Николаева. Здравствуйте, меня зовут Николаевна. У меня как раз та длинная дорожка, которая... То есть, я не буду видеть свои слайды. А вот налево, смотри. Дело в том, что я закончила взрослый хирургий изначально, в 10-м году, потом, соответственно, взрослую ординатуру по урологии уже, ну, видите, на сайте все на этой сна. И думала, что никогда в своей жизни детьми заниматься не буду, честно вам скажу. Генетология прошла мимо моего курса вообще практически, мы там посидели, безлепозили, и все. Ну, и, соответственно, начала работать уже взрослым урологом. Здесь у нас, я всю жизнь училась в нашем университете и здесь заканчивается образование получала. Вот, но в 2007 году расширился объем трансплантации, который мы стали выполнять, была построена башня в гипотезе пациентов, и было огромное количество пациентов. И дело в том, что на тот момент те блоки химиотерапии, которые мы проводили в режиме кондиционирования, были максимально токсичны. Еще не было придумано более щадящего цикла фосфана. И одной из существенных проблем у этих пациентов после трансплантации было приучение мочевого пузыря. То есть геморгические циститы, когда было диффузное приучение мочевого пузыря, которое не купировалось ничем, материально на этом пациенту в очень большом количестве. Ну и, соответственно, из-за этого Борис Владимирович ввел вставку в свое время уролога, который будет консультировать непосредственно этих пациентов. Меня тогда это очень подкупило, потому что это не дежурство, ничего, консультация, здорово, а я наконец спокойно поживу, после техникуртуры достаточно дежурства. В общем, Борис Владимирович, конечно, тот человек, который не отставить никогда. А вы знаете, Борис Владимирович, это одна из самых выдающихся фигур на арене детской онкологии, детской трансплантации костного мозга, детской гематологии. Он возглавлял катетру, сначала в университете, это до 70-х годов, где-то в 70-х, а потом, благодаря его настойчивости, он провел первую трансплантацию в Европе, по-моему, да? В мире, в мире. В мире даже, костного мозга. То есть, это вот величина просто... Символ трансплантации. Да, и после этого Рейса Максимовна Горбачева, когда заболела ликозом, да? Да. И после этого они создали фонд и построили наш центр Рейса Максимовна Горбачевой, которое имя дали после ее смерти. И ее портреты Притарила Горбачева, там, 10-й в кабинете Бориса Генневича и так далее. И вот этот центр сейчас делает больше всего трансплантации костного мозга в Европе. Не только в России, в Европе. Поэтому... Это удивительное подразделение, которое... Вот где вы увидите такие у нас в стране подразделения, которые вы конкурировали сейчас, да, с ведущими клиниками мира? Вот, пожалуйста. И опыт вот этих людей, пообщаться с этими людьми, которые там работают, посмотреть, как они работают, почему они такие, это уже всем дано, нам, да, по сути, возможность такая удивительная, да, увидеть, как можно, вот, каким надо быть, чтобы... А поверьте, каким? Трудолюбивым. И все. Люди там крайне простые, обычные, такие, просто очень-очень трудолюбивые и умные в большинстве в своем, поэтому, вот, большой совет присмотреться тем, кто работает в этом центре. Мы, мы туда заходим иногда, мы, мы так, заряжаемся энергией этой, да. Ну вот, Борис Владимирович, это человек, который создал огромную команду, я имел вот честь быть и счастье с ним знакомым, на самом деле, это тоже противоречивые были отношения, но в итоге они крайне теплые и такие классные воспоминания, конечно, жут такой тяжеленной утраты, вот Борис Владимирович, ну вот такой интересный человек. Да? Ну вот, в общем, сегодня начинало, да, потому что пришлось ходить, консультировать эти циститы, мы вот, как Александр Дорьевич сказал, в этом году выполнили пять тысяч уже трансплантаций костного мозга, примерно треть из них, это дети. И понятно, у детей идут те же режимы, только у других дозировок, и встречаются те же самые проблемы, те же самые геноматические циститы. Ну, понимаете, приходит уролог, взрослый, невзрослый, давай. Ну и дальше, соответственно, поднимается вопрос. Ну, это так вот, буквально вскоре, у меня есть, человек пишет диссертацию как раз-таки по поводу геноматических циститов, у пациентов после ПГСК, это так вот, совсем, буквально один сайзик. Вот, и скают вопрос, ответственно о том, что смотришь детей, должна быть детская сертификация. Очень долго пыталась от этого отойти, но Борис Владимирович было невозможно сказать нет. В общем-то, таким образом, я стала вначале детским урологом, еще помимо взрослой хирургии и взрослой урологии перед подготовкой на детского уролога. Ну, наступает, соответственно, ковид, который вносит свои коррективы. Дело в том, что один из наших хирургов в этот момент тяжело болел, второй был в Москве, кто-то был на карантине, я более трех месяцев работала одна со всеми этими детьми. А так как, в общем-то, есть хирургические проблемы как угодно, локализация в постепенционном периоде, да, это инфекции множественные, все что угодно, больные животы и так далее, стал вопросом о том, что все-таки нужно подготовку уже по детской хирургии. И, соответственно, начинаю работать с детками уже официально. Ну, и так как у нас вёлся этот закон, вот, про который Илья Александрович рассказывал в 20-м году, что все мы должны быть уже теперь онкологами, так и образом у меня появились антрагические сертификаты. В общем, теперь, сломано МО, мое любимое, потому что 6 сертификатов это тяжело. Но, с другой стороны, вот, несмотря на то, что всеми путями я отходила всегда от онкологии детей, я вот сейчас очень рада, что я с детками работаю, как Илья Александрович говорил, в любимых раз была Барис Абимовича, повторю еще раз, ведь им очень тяжело прийти, но по вечеру идти потом от них невозможно. Это совершенно другая отдача, другие эмоции, это того стоит. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересно смотреть за общением с этими пациентами, с детками, как доктора с ними общаясь. Это тоже особо я прихожу, они все плачут все время. Они не дают вообще посмотреть на любой, хотя, я не знаю, у меня у самого четверо детей, да, а пациенты они не воспринимают, их надо там как-то щекотать, что-то им делать, как-то там говорить. Очень специфичное общение, я не знаю, я пока не научился общаться вот настолько с маленькими детками, это вот Алена, Нина, они там как-то уволюкивают и так далее. это совсем другие пациенты и отдельная тема Игмана, которая абсолютно на стрессе, на всем это тоже абсолютно другая история и это отдельная тема, если мы будем продолжать в этой группе вот так работать, вот я недавно встречался с очень тяжелой, и она не закончилась ситуация, у нас умерла девочка, и как говорить родителям об этом, да, папе, маме, это вообще отдельная история, то есть это, ну, в общем, мы многое пережили, вот этот трехлетний, наверное, период, когда мы вошли вот в этот коллектив и много-много, много-много нового от взрослой хирургии узнают, поэтому, конечно, действительно, это необычная специальность, но она крутая, но сделать ее крутой можем только мы сами, иначе это будет немножко, ну, мы хотим сделать ее крутой, вот сейчас этим занимаемся, вот так, кто у нас еще? Саня Николаевич, их нет еще, да? Саня Николаевич Суркейс выставил, он в отпуске, Саня Николаевич Швецов это истинный детский хирург, это человек, который закончил педиатрическую медицинскую срокадем в 2008 году, потом он закончил интернатуру по детской хирургии, потом он закончил ординатуру по детской хирургии, и с 2010 года он сотрудник в МИИ именно в МИИ Максимове Горбачева, тот человек, который мне кажется, доверял, и он был не единственным, но первым консультантом хирургом, который в общем-то занимался с детьми с хирургическими каталогами. Получается, что большую часть времени пока функционировал центр Рейса Максимовна Горбачевой, они занимались трансплантацией, высокодозной химиотерапией и трансплантацией. И хирург нужен был для оккупирования сложных инфекционных прежде всего, больных в цитопинеях, кровотечениях, коррекционномии. И хирург делал аминдоскопию, перевязывал раны, функции, циститы, то-сё. И вот Александр Николаевич по сути все это время, вот 10 лет, он был вот таким консультантом, неотложным хирургом. То есть у них все вызывают на отделениях какая-то проблема, человек приходит и вот решает эту проблему. И вот очень долгое время в таком режиме все работают. Пока вот как-то, ну, во-первых, ребята выросли и решили, ну, мы не можем уже, тут выгорание колоссального получается, вот только в такой работе. 10 лет заниматься только такими несчастными детками с осложнениями, половина из которых там реально уходит вообще. И все в конце концов хирурги захотели заниматься хирургией. А кто может заниматься хирургией большой там? Ну, начали, мы пошли по пути привлечения взрослых хирургов. Потому что научить большим операциям детского хирурга молодого сразу практически невозможно. Это очень сложно. С учетом того, что они очень редкие. И мы посчитали, что вот из тех больных трансплантации это же так. У них есть химиотерапия, хирургические этапы, трансплантация костного мозга. У большинства деток с солидными опухолями. И у нас проводится больным с солидными опухолями порядка 150 трансплантаций в год. Ну, это минимум. Соответственно, мы теряем 150 человек с большими операциями ежегодно. Мы это все показали вектору, посчитали вот эту и он сказал, ребят, начинайте. Конечно, это все достаточно рисково. Понятно, никто не оперировал детей никогда. Но мы все равно по абдоминальной, по гетобилиарной, по нефробластомой урологи у нас присоединились, ЧЛХ периодически присоединяются. И вот мы пошли такими мамологи считали. Да, и мы пошли такими бригадами понемножечку раз, два, неделю делать большие операции. за год, за прошлый год, мы сделали порядка 60 больших операций. Это хорошее количество, это больше, чем в институте онкологии Петрова на детском отделении. Сложно все идет, но все равно мы потихоньку, многие вопросы юридически не улажены. У нас хирургами идут молодые доктора, потому что взрослых нельзя ставить. Мы все еще не получили сертификаты. У нас руководитель отделения в ординатуре сейчас учится. А еще один руководитель вообще не учится. Получается, что мы все должны сейчас пройти путь ординатуры, потому что одно место только было в ординатуре. Я уступил Илья Санчо это место и он сейчас выбор его. походим. А я не прошел. Вот. Поэтому вот такой путь. В общем, университет потихоньку проходит этот путь. Мы очень классно интегрировались сейчас. Пока что мы небольшие конкуренты, но все равно профессиональное сообщество. То есть у нас стали большими друзьями коллектив Димы Рогачевого центра. Уже многие там Новосибирск, Красноярск, в Москве Блохина, еще что-то. Ну классно. А это очень узкий круг. Очень узкий круг. по сути мне очень приятно, что так получилось. И сейчас мы не должны никого подвести. То есть мы работаем, развиваемся. И вот воскресенье я хочу, когда у нас будет с вами мы встретимся Васькова. Сначала мы расскажем с вами о своих научных направлениях. У нас идет несколько реальных научных проектов, которые можно отписываться сейчас. И потом уже Илья Александрович и я мы покажем основные векторы направления нашего развития. Вообще как подразделение. Я хочу это услышать. Вот на год утвердить то, чем мы занимаемся. И я прошу Илья, и я об этом подумаю, тоже маленькую сделаю свою презентацию. Давайте наметим конкретные конечные точки на следующий год. Вот там мы должны выступить, это мы должны сделать, какие-то операции освоить и столько больных пролечить. Надо ставить себе смелые цели, иначе мы будем буксовать. Поэтому воскресенье я считаю наш ответственный день помимо каких-нибудь приятного обеза. Поболтаем. Берите. Грузинское блюдо. Че дали? Че дали? Так, и у нас пришла еще очень интересный человек Нина Нандарина. У нас есть презентация про него? У нас есть. О, давайте послушаем про него. Представь себе, расскажи тебе. Нина Нандарина и я детский человек. Дайте Нина нажимаешь. меня Я закончила Омскую государственную медицинскую академию. Поступила в академию в 2007 году. Помимо всем известной активной институтской жизни, которая насыщена нашими занятиями предметами, параллельно пыталась активно внедряться в медицину, потому что очень это любила и люблю. Я разделила свою жизнь на жизнь днем и жизнь ночью, если можно так не убрать, потому что буквально с первых курсов я дежурила в больницах в большом больнице, днем жизни заключалась в учебном процессе. С первого курса я очень хотела попасть в хирургию и больше никуда, поэтому я параллельно посещала студенческое научное общество, ходила на кружок по детской хирургии, мы занимались на кружке различными отработками операций на материалы животных чаще всего, параллельно ездили отрабатывать операции на олимпиады студенческие, это было в рамках нашего города, в рамках региона, в рамках страны, далее обязательным условием наших участников было кружка, это занятие выступления и доклады в кружках, занятие научной работой, параллельно как втораями аспирантами, ну и лучшие из ездили, в том числе на всероссийские конференции по детской хирургии, наверное, всем известной, поэтому это было в том числе обязательным в моей жизни, поскольку я занималась в этом направлении. Параллельно работа жизни ночью заключалась в том, что я дежурила с первых курсов, я отправилась на дежурство в санкционер скорой медицинской помощи, обходная была там как санитара, но всем известно, если ты студент, ты должен уметь все, поэтому, естественно, там руки работали, много чего видели, много чего отрабатывали, разные ситуации бывали, что такое скорая помощь, можно долго говорить, но интересных случаев было много, училась, работала до третьего курса на скорой помощи, спецбрикады, после третьего был разрешен экзамен сестеринский, после которого мы получали такую бумажечку, с ней можно было отправиться работать медсестрой, поэтому после третьего курса я отправилась работать в больницу скорой медицинской помощи, где тоже привозят все, дежурят в больнице 24 на 7, выработать реанимацию с сестрой, и определенный понятно тоже навык получила. Помимо этого, конечно, были еще дежурства и по хирургии по детской, но это уже такое, на добровольной основе, без наклады, так сказать. Институт закончил в 2014 году и отправилась в интернатуру по детской хирургии, там же в городе Омске. В интернатуре была естественно ротация, как у многих бывает по разным отделениям, попала в отделение абдоминальной хирургии и плановой хирургии. В детстве понятно, нет деления на эти зоны, но так условно на отделениях есть распределечения. И днем в интернатуре там занималась, по ночам на дежурство ходила, как-то там приметилась к докторам на дежурствах и активно работая, поэтому пригласили работать в отделение детской неотвожно-шламной хирургии. и в день отрабатывали плановые операции известных скепторов как грыжи, пахи, кубочные всевозможные врожденные бородки и так далее. А все, что касается подежурства, чаще всего аппендицент, логинации, необходимости, классический набор. Проработала там два года в качестве доктора, в день брала дежурство в большом количестве, параллельно стало скучно и пошла дежурить в областную детскую больницу в городской, пошла продежурить в областную детскую, поскольку там была неонатальная хирургия. У детской хирургии после плана, когда хочется дальше развиться, обретили скорее всего в мэргии неонатальную хирургию или в онкологию, пошла в управление неонатальной хирургии. Переехав в Петербург, пошла искать работу. Первоначально целью было попасть неонатальную хирургию, поэтому была в первой городской всем известной на авангардной была в федеральном центре Волмазова, дежурила, хотела там устроиться, но поскольку все мы немножко бывают в финансовых рамках зажатые, предустраиваться пока не получалось, а деньги были нужны, решила как бы между делом поработать в Барбачевском центре, но я очень думала, что так немножечко перебиться, потому что в моей жизни работает правило, когда я говорю, я никогда не это обязательно со мной случается, кстати, я говорила, я никогда не буду гематологом, я никогда не буду детским, вовремя, онкологом, вот сюда я и попала, меня оттянулось настолько, что пять лет уже, сначала я думала, что я просто так поработаю, чтобы было, чтобы работать, потом мне стало очень интересно, я уже забыла про ненатальнюю хирургию, максимально втянулась, интереснейшие пациенты, не увидите их нигде, могу точно сказать, встречаясь с коллегами детским хирургом из других центров, которые работают в более классической хирургии, никого не хочу обидеть, они классные, очень их любую, уважаю, но начинаю периодически сговорить с ними на разных этапах, потому что они не видят всего того, что видим мы, это уникальные пациенты, всегда индивидуальный подход, скучно не будет никогда, что такое покой, покой нам только снится, наверное, так. В своей деятельности паралленно отправлялась на стажировку в центр Тима Рогачева, всем известный, для того, чтобы глубже погрузиться в повлину сольной онкологией, была там месяц на стажировке, круто, классно, но он будет делать все, чтобы не только не отставать, а быть самаргардистом в этом направлении. Что делаю сегодня? Сегодня у меня в основном клиническая работа в день активная, отдыхать не приходится, поскольку мы работаем в научно-исследовательском институте, не забываем про участие в конференциях, не забываем про ведение экспериментальных, исследовательских работ, потому что это помогает быть впереди владик всей. Александр Продолжение следует... 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 Продолжение следует...